Вот Виталити, Зиву, Алекс, Апекс, РБК, НБК против Хайлрайзес, Хоббит, Иса, Воксик и Дэдфокс вместе с Ангелом. Готовы капитаны, конечно же, мозговые центры, это Ангелы и НБК. В общем-то мы сегодня с тобой очень много дифирамбо вообще пели команде Виталити, особенно что касается карты Верпасс, потому что там они действительно очень хладнокровно разобрались с командой Оптик Гейминг и немалую роль вообще сыграл НБК, который очень круто командовал своим коллективом. В общем-то было очень видно, так пристально мы наблюдали и явно вот действительно НБК сейчас вот играет в свою игру, это свой Counter-Strike и он этот Counter-Strike дальше диктует этому коллективу и они могут уже восходить на первые места, особенно вот в таком матчапе против Хайлрайзерс, которые в принципе по ходу этого чемпионата где-то ошибались. Особенно если мы возьмем матч против Фурии, да, то там были отданы там 2 в 5 ситуации, 3 в 5 тоже проигрывали пистолетку. Виталити так много ошибок грубых не допускали, но все же еще раз напоминаю то, что был у них матч против Простов вчера на Дасте втором, где они могли проиграть. Касательно НБК абсолютно так и есть. НБК там кроме того, что был координатором и сегодня нам эту, кстати, информацию подтвердил Серега, спасибо ему большое за это. НБК еще несколько раундов сжег довольно неплохо, он делал по 2-3 минуса важных. Что касается команды Хайлрайзерс, не знаю насчет ошибок, но ощущение было такое, что просто, знаешь, где-то расслаблялись. Да, заигрались, вот знаешь, просто не чувствуют, что можно здесь как-то налегке попробовать взять раунд. Они этим пользовались. Ну и Фурия, конечно, что-то там, да, повытаскивала в конечном итоге. И знаешь, если на деле счет был там порядка 16-10, 16-12, то по факту это мог быть счеты 16-5, 16-6 со стороны Хайлрайзерс. То есть, возможно, даже если бы это Best of 3 было где-нибудь там на мажоре за выход из группы, я думаю, что Хайлрайзерс еще бы жестче отыграли, тем более команда Фурия все-таки показала, что есть на чем работать. И вообще отлично, это было явно, вот Фурия была явно украшением нашего турнира. Да, у них приз зрительских симпатий, возможно, будет вообще у команды Фурия, но осталась одна стычка, один бой. И вот он начинается, ребята, еще раз всем добрый вечер, Виталити Хайлрайзерс. Защита от французов, атака от восставших из ада. Смотрим мы пистолетный раунд, это выход на мейн и, судя по всему, контрагрессия. НБК, ой, мог тут попасть на самом деле под хедшот. Ангел. По-моему, увидели бомбу, у Виталити 4 игрока на базе, Хайлрайзерс будет сюда заходить, несмотря ни на что, и могут быть у них проблемы. Да, там уже тапают противники через смок, вот он выход, и Хоббит находится за погрузчиком, пытается пройти Иса, получается убить Эндукея. Алекс уже отвечает, неплохо въезжает Иса, еще один хедшот будет или нет, и по своему тиммейту неплохо попадает, но еще и по Абиксу залетает хедшот. 2 в 4 ситуация, РПК проседает до 5 хп, пытается пройти дальше, нет, закрыто, Ангел укрывается там на плейнте, но дело в том, что Ису Хоббита потерял. 2 на 1 ситуация, перезарядка, Зиву пытается жить, и все-таки хедшот не залетает от него, но в него как раз-таки въезжает Дэдфокс, забирает противника 1-0. Очень опасный пассажир оставался у Виталити, мы уже видели на нашем турнире от него хорошие хайлайты. Ну и что можно сказать, HellRaisers, конечно, не повезло в целом, отдадим должное, опять же, Beast from East, это Иса, который буквально ворвался на плейнт и разорвал там игроков команды Виталити. Однако мы видели, что Зиву, в общем-то, совершил довольно неплохую попытку, но раунд HellRaisers забирают. Вот так вот шли они прямолинейно через мейн на базу А, там было 4 игрока, но все-таки справились. Вообще интересно, вот учитывая то, что команда Виталити защищалась в предыдущем раунде на точке А в четвером, не смогли это сделать, пропустили противника, там Иса, конечно, тоже зажег, но и концовка была довольно интересна, учитывая то, что там Зиву мог еще убить противника, остаться один на один. Остается у нас бомба под Б, на токсике два игрока, тут дефолт отыгрывается командой HellRaisers, потеряли уже НБК и Апекса, но это Форс, НБК, Зиву и Аликс, это два пистолета, скаут и надежда на какие-то минусы, для того, чтобы потерять в команде HellRaisers хоть какую-то экономику в этом раунде Зиву. Заметил Воксика, неплохое попадание, 29 хп остается у Турка. Кстати, не помню, на какой карте уже делали эти Виталити такие подобные Форсы после проигранной пистолетки, именно в обороне, что самое интересное. Достаточно нетипичное решение, ну, большинство команд сейчас предпочитают все-таки делать ЭК и потом закупаться, но Виталити здесь вот так вот пробуют и у них неплохо получается, мы видим, что Зиву делает фраг со скаута, ситуация 4 в 3, уже проблемы по одному, как же так это происходит, ребята, квадрокил уже! Возможно, Эй, Зиву выходит, и еще один хэш от Дэдфокс падает, господи, это просто что-то с чем-то, это магия, и это настоящий воин на девятке, на котором выходили у нас еще и по одному ребята из команды HellRaisers, какой ответ, первый раунд, пистолетка и такой форс, скаут на девяти, ну, ты знаешь, очень часто он там заканчивает тем, что вот получает хэдшот с одной, там, кто-то выходит с калаша ставит, но нет, это не та ситуация, Зиву, как же хорош! Он без шансов, просто чувак стоит, я не знаю, на башне и с ракетой в руках, и просто ультует, ты понимаешь? Вот, ну, удивительно, что HellRaisers ничего не сделали с ним, да, то есть, там я даже не заметил, что там по хп было, то есть, возможно, даже... Ну, там были попадания, понимаешь, там еще пистолеты попадали неплохо, то есть, по сути, каждому с одного выстрела, но еще были хэдшоты, если не ошибаюсь, с этого скаута, конечно, это очень неприятная история для команды HellRaisers, нужно как-то стабилизироваться, успокоиться, но после такого просто можно проиграть серию раундов, потому что все у вас было под контролем, и вы пошли, ну, да, там соперники с одной стороны угадали, потому что находились абсолютно все на бет, там была еще перетяжка через контрольский респаунд, но вы в итоге не сделали нормального размена и не убили этот скаут на девятке. Аликса, кстати, уже подсаживает на точке А, бомба, подходит под мейн и уже контакт Воксика с MBK. Ну, действительно, вот HellRaisers главное сейчас не перегореть, бывает всякое, по-всякому даются раунды, и Зиву, конечно, красавчик со скаутом, он там исполнил максимально качественно MBK делает фраг, также Зиву, мы видим, под бустом забирает Ису, должен падать Ангел, так и есть, два игрока осталось в живых у команды HellRaisers, форсбай заканчивается ничем. Да, подсадка все же будет от Хоббита, не самый лучший молотов, тут от игроков защиты. Не добрался это немного, но тут уже поджим от Апекса, закрывает Дэдфокса в ангаре, была минус-бомба, и Хоббит петихоповывает, тут понятно, что никуда не выйдет, RPK закрывает его на своей позиции. Четвертый раунд сейчас будет у вас на экранах, Зиву, 9 на 1, монстр, команды Виталити, и вот они коэффициенты, которые меняются от ЕС.бет, два уже на HellRaisers, 1.76 на Виталити, и это все еще будет меняться, потому что, ну, сегодня мы ожидаем очень жаркий финал, мы ожидаем то, что это будут качели. Пока качели уже начались, в общем-то, взяв пистолетку, HellRaisers отдали форсбай. Сейчас у них эка, это 5 глаков, одна единственная флешка, возможно, будет контактный выход на мидл, здесь Зиву, можно словить его на перезарядке, перезарядка пошла, выход начинается у HellRaisers, и вот теперь будет собирать. Нет, не будет, Дэдфокс делает фраг, можно забрать Ауг и попробовать как-то еще кого-то убить. Там NVK все же пытается выйти широким стрейфом, тут еще и Хоббит ловит Апекса, какая агрессия от команды Виталити, но в итоге Алекс должен стоять на точке, подошел уже там один тиммейт, RPK в коннекторе, но при этом бомба может выйти на абсолютно пустой бэплент в ситуации 3 на 3. Пожалуй, проблема только в том, что нет совершенно гранат и нет арморов, конечно же, здесь нужно играть просто максимально на время, ни в коем случае не стоит делать лишних движений, RPK двигается через КТ, полетели молотовые от команды Виталити, сейчас должен быть достаточно легким ретейк, но HellRaisers имеют шансы, в общем-то, есть петшот, есть попадания, нет. Все-таки здесь Виталити разбирается чисто. Будем честны, да, Алексей, то, что это было очень сложно, даже в такой ситуации, то, что бомба была поставлена, но без гранат, как ты уже сказал, там была только хаешка на девятку, без смока какого-то, чтобы закрыть одну из позиций выходящих противников, было очень сложно играть. Все же третий раунд для команды Виталити, но дали сопернику поставить бомбу. Это уже плюс экономика для восставших из ада на следующий раунд, и, возможно, появится снайперская винтовка, которая может Воксику сбросить уже Хоббит и не потерять при этом возможности купить себе второй армор. Действительно, учитывая то, что были с ГЛОКами Хлорейзерс, то позитива они достаточно много вынесли из прошлого раунда. Ну что, смотрим. Полноценный бай сейчас будет от ХР, 5 АК 47-х. Решили пока без АВП в атаке, но есть снайперская винтовка от Апекса, не от Зиву, который очень часто играет на центре. Этот раунд не исключение. Иса отправляется на скрип, и тут уже Анкл встречается в Сенбике. Ну, вскоре встретится, потому что будет все же подсадка за этим смоком. Опасно! И все-таки минус капитан команды Хлорейзерс. Воксик тоже, выходящий на размен, попадает под спрей этого Ауга. 3 в 5. Как же было легко это с глаз НБК. Просто без шансов. Открывает тут же Иса дверь, делает фраг, остается 4 хп. Нужно уходить и пытаться как-то пользоваться максимально таймером в этом раунде команде Хлорейзерс, поскольку у них преимущество, и было бы неплохо где-то найти еще один минус. Ультимативная стрельба от НБК, конечно, и вроде как было. Два игрока команды Хлорейзерс, и должны были понимать, что, возможно, такой поджим будет присутствовать, но нет. Ну, тем более, что этот смок, он и говорил об этом, что, возможно, будет использован он, чтобы ликвидировать кого-то в этом мейне. Хоббит в итоге возвращается. Нужно как-то Ису там дальше помочь. Но Иса должен еще и первым, наверное, выйти, чтобы был хоть какой-то размер. На точке Хоббит еще чекает возможные подсадки. Алекс вообще закрыто играет вместе с ним на точке Зиву, который имеет 53 хп у себя, но у него есть точка ответственности. Это, конечно же, выход через скрип. Там красный Иса, которому нужно как-то ждать своих тиммейтов, который только сейчас начинает раскидку на А. Достаточно много гранат, полетел Молотов на погрузчик. Так, тут пока перестрелка, но Алекс перестреливает, просто забирает он мейн. Очень тяжело было выйти. Действительно, были гранаты, были Молотовы, был смок, но сложно, сложно. И уже читались в такой ситуации. Просто-напросто Hellraiser с Team Vitality достаточно быстро перетянулись. И начало этого кэша у Hellraiser пока не складывается. Да, хотя они забирали себе пистолетный раунд на точке А. Но потом просто чудо от Зиву со скаутом на Б, ребята. Если вы только что подключились на эту трансляцию, нужно будет пересмотреть. Но в итоге не дефолтные пистолеты у восставших из ада. Это Тэг, это ЦЗшки и Дигл на руках у Ангела. Видимо, что бомба подходит для того, чтобы выйти через скрип. И НБК должен быть к этому готов. Он перетягивается к Алексу на хайвай и точка А дается. Но такое ощущение, что Vitality как раз-таки данный врыв читает. Да, они понимают, что возможно будет выход на А. Решили отдавать плэн, делать ретейк. Очень много гранат для ретейка. Отличная хэшка. Однако бомба все равно будет установлена. И вот смотрим на ретейк. Шансов мало. Шансов мало. Будем честны. Еще и такая картошка прилетает. Тут Дигл вырывается на плэн. Забирает одного, забирает второго. Раунд для Vitality. Зиву. Минус три в этом раунде. Смотрим на его статистику. Там все зашкаливает. Пока что лучший игрок на сервере. И это откидка команды Vitality. Очень круто сработали по гранатам. Особенно по осколочным. Да и молотовыми тоже выгоняли своих соперников на себя. 15 тысяч у Алекса только что было в кармане. 12 800 RPK. Вы знаете, ребята, против такой экономики будет. Команде Razors очень тяжело играть. Нужно включаться потихоньку. 0-0-6 Воксик. Он получает уже возможность сыграть с АВП. Она была уже такая, но тогда они решили сыграть с калашами все. У Воксика есть ли вообще какой-то респаунд? Все же тут неважно, какой респе идут на точку Бангел. Переезжает Апекса. Нет снайперской арендувки на точку Б. Флешка неплохая подлетает. Зиву отрезается молотом. Хоббит пытается его забрать. Тут горит или нет? Там Зива должен выйти все-таки обратно, потому что разгорается молотом. Колорейзер только сейчас начинает заходить на базу байтом. Один последний игрок погибает за квадом. Это был RPK. Ну и 5 в 3 врывается Алекс. Хлп делает один минус. Тут же отвечает Воксик. Наконец-то размочил счет турок для себя. Ну и 2 в 4. Я знаю, что они сейчас будут делать. Они уже делали так не один раз. На этом турнире они сейчас будут делать экзит-фраги. Да, понимаю, что у них денег будет хватать. Можно даже пожертвовать этими АУГами. Но самое главное это выбить АВП у Воксика. Ну или хотя бы калаши у остальных. Бомба поставлена. Воксик, кстати, смотрит выход через Юзлес, через Ангар. Но Виталити не показывается там до конца. И тут интересно, как ребята будут отходить. Но к себе на раз. С другой стороны, можно было вражеские прочекать хотя бы. Мне кажется, что это слишком очевидное решение от Хеллрейзерс. И я бы с ним поспорил. Потому что, ну, во-первых, уже секунд 10-15 не было ни звука со стороны КТ и девятки. То есть было очевидно, что они ушли на сохранение. Дальше ты сразу же анализируешь по поводу того, куда они могли уйти. На машину, на респаун, да? Либо к нам на Т-респаун и идти в перемычку. В итоге я еще прилетел. Тут совсем Виталити. Ну, ты знаешь, Алексей, благо там не были сильно битые ребята из команды Хеллрейзерс, которые отходили в токсик, потому что взорвались бы. А так получается, что сохраняются абсолютно все эти девайсы. Ну, кроме потери Ангела и Хоббита, если не ошибаюсь. Восьмой раунд на ваших экранах. И это бай от обеих команд. Два АВП уже. У Виталити это два опорника. А и Б. Ангел, смотри, в прошлом раунде он сделал удачный 3-фраг. Здесь ему этого не дадут сделать, поскольку кинули сразу же анти-рушевый молотов. По-моему, Апекс увидел своего оппонента. И Хеллрейзерс, пойдут ли дальше в смок? Достаточно рисковое решение. Ну, там ящик уже находится не под смоком. Вообще-то Иса может пройти дальше. Ангел решил вернуться, чтобы прочекать возможную поджимку от своих соперников. Ну и бомба тоже уже в ангаре находится. Только одного Хоббита оставили под Б. Тот специально разбивает окно в токсике, чтобы враги подумали о том, что это все же будет раскидка Б. И вот она подсадка против белого ящика. Но и там, кстати, есть один игрок. Это Алекс, который может попасть по снайперскую винтовку. Но он не открывается. Он играет очень грамотно. Два на Б в целом у Виталити. Напомню, что Апекс занимал. Мы помним, как он заходил на каплю. И в итоге он остался там. Виталити решили играть вот так вот 2-1-2. При этом Зиву, мы видим, играет в упоре под медлом. Ну и что, Хеллрейзерс? Время сейчас играет явно против них. Они только сейчас появляются на пусте. Ангела, еще один entry-frag. В прошлом раунде было то же самое. Тут же еще идет минус в Оксик. Куда пойдут дальше Хеллрейзерс? В принципе, можно идти как на Б, так и на А. Они двигаются в сторону Аплента. Внутри Аплента делают минус. И дальше что? Да, но бомба все же возвращается. Это будет выход на точку Б. А там только один Апекс. АВП тоже поджимался. Хоббит идет прямиком к нему в руки. Как же он все-таки здесь играет Апекс? Забирает одного там Вентиля и спускается. Вау! Не было минуса в итоге. 3 в 3 ситуация. Но не вышли еще. Там нужно как-то просвет этот пройти. Иса. Первый на выходе. Дэдфокс вместе с ним. Воксик с АВП. Должен оставаться здесь. Иса. Забирает все-таки НБК. Одна перетяжка. Там была девятка, видимо, подключалась. Но нет. 13 секунд до конца этого раунда. Воксик. Забирает одного РПК. Неплохо врывается ситуация. Один на два. Как же там бомба устанавливается или нет? Неважно. Потому что Иса не пропускает РПК дальше. И все же это раунд в пользу команды HellRaisers. Но какой нерф они только что дали нам. Распетляли HellRaisers. Конечно, очень все было тонко. Очень тонко. И Апекс мог на самом деле сделать еще один минус под вентиляцией. И тогда у HellRaisers, ну я не знаю, шансов точно не было. А так они вышли из очень тяжелого положения. Отдадим должное ребятам. Ну и у Виталити деньги имеют свойство заканчиваться. И вот, собственно, пять Аугов. Это последний бай полноценный от французов. Да. Грязные автоматы на руках появляются. Абсолютно все здесь уверены в себе. Конечно, Виталити показывали себя в полуфинале, как эти Ауги могут особенно на карте оверпасс работать. Алекс оставался на хайвее. Вслед за ним ходит Зиву. Зиву решил, что все-таки не стоит в соло играть на центре. В прошлом раунде просто он был Ангелом там наказан. И Алекс, который выходил на размен, тоже там, в принципе, был прочитан воксиком. Так что стоит именно сейчас играть вместе этому звену. Еще один смог на ангар. Ангел уже на бусте. Чекает все возможные выходы через вентиляции. Зиву. Так, ну там два игрока в медле у HellRaisers. Это очень важный момент. Оставили Люркера сейчас на токсике HellRaisers. Контакт в медле Ангел сделал фраг. И, кстати, вот непонятно, почему Зиву здесь действовал в соло. Возможно, была такая задумка, потому что я уже видел этот сетап 2-1-2. HellRaisers дальше играют на время. 40 секунд до конца. Бомба перетягивается, судя по всему, под B. И будут играть грамотно Виталити. 2 плюс 2 закроются по флентам. Аликс закрывает в итоге битого Ангела. Неплохо получается выйти на размен. Но ИСа не отпускает его. Какой простел через дверь. О, вау, вау. 34 секунды. И еще можно выходить через мейнбоксик. Щелкает НБК, который поджимался в эту точку. Отличная работа от снайпера. И все, тут занято на точке. Будет бомба поставлена. Это сейв РПК и Апекса. Хотя неплохой размен по центру был. Но тут случился ИСа. ИСа в этой двери. Это еще тот монстр, который будет кошмарить точку. А ты знаешь, вот я бы что отметил. Как Хеллрейзерс отхалдились очень грамотно. Я говорил уже о том, что это возможно будет выход на Б. Я сказал о том, что Виталити закрылись по плентам 2 плюс 2. Хеллрейзерс выдержали паузу. Сплетанули через Сквик. И там, конечно, ИСа поставил. Но вот в целом координация и розыгрыш от Хеллрейзерс были просто шикарными. Виталити сейчас сохраняет свои оружия. Здесь уже речь не идет об экзит-фрагах. Поскольку дальше денег не будет. Хеллрейзерс забирает четвертый. И вот дальше уже может быть остренько. Наконец-то смогут выдохнуть ребята из команды Хеллрейзерс, если честно. Потому что все эти раунды были слишком напряженными. Но, с другой стороны, у РПК Апекса все еще остаются девайсы. И ты знаешь, деньги есть, чтобы дать дропы, если не ошибаюсь. И вот они, повторы от Ангела. Ребята, промокод. Не забывайте о том, что его нужно вводить на сайте vplay.tv. И у вас будет возможность выиграть очень интересные скины. Сегодня после финала вот он, хедж, вот он. Ну, Алекс пытался, конечно, отойти. Все делал правильно, но в итоге лучше сыграл игрок атаки. И вот они коэффициенты. Вот есть точка бет. Все тоже вот меняется. Видишь, как настолько быстрее, быстро вот вообще все здесь переходит в пользу команды Хеллрейзерс. Но не в этом раунде, ребята, потому что есть опенфраг от Апекса. Наконец-то его снайперская винтовка работает вначале на точке бет. Какая агрессия, посмотри на это. Хоббит тоже падает. Какое внедрение через смок, но Дэдс Фокс уже дальше наказал. Но Апекс свою роль выполнил. Да, тут максимум выжили, ребята. В данном случае Апекс, конечно. Для диффенса такой размен это... Ну это процентов 70 на победу в этом раунде. Не знаю, может... Теперь можно закрыться, как и в прошлом раунде, Алексей. То, что мы в центре не играем. У нас есть очень удобные позиции на точке А и на точке Б. Тут вопрос скорее, что делать Хеллрейзер с такой ситуацией. Вот как бы ты поступил? Ну на Б, мне кажется, с раскидкой хорошей легче выйти, нежели на А. Учитывая, что есть у нас один игрок на белом ящике. Сейчас можно прочекать хайва и потом вернуться обратно через вентиль и пройти на позицию. Ну тогда получается очевидно, Хеллрейзеры должны понимать, что если чекнув хайвей, не увидев там никого на базе, они понимают, что виталити стали закрыты. Вопрос только в том, какую схему в голове нарисовать. То есть как там стоят на, например, машина квад и B2. Либо, например, один глубоко коннектор, один B. В итоге это выход на B и смотрим, как тут справится РПК. Ну аука одного забирает. В итоге это минус Ангел, Дэдфокс на размене. Зиву нельзя, здесь софейлит. Ни в коем случае хэдшот. Тут залетает против Дэдфокса, последний тоже падает и сад. Ну, видишь, тут такой уклон был, что мы сейчас одного убьем на точке, потом, может быть, девятку и Сити прочекаем. А тут еще второй игрок тоже находится на планете. Зайву интересно тут сыграл. И, в общем-то, было очень мало шансов этим калашам выйти дальше, там поставить этот хэдшот и поставить бомбу. Ну что ж, смотрим. Все же раунд для команды Виталити. И раунд где-то имени Апекса, да? Потому что этот центр, вернее, этот выход на точку B, это снайперская винтовка, которая забирает одного Воксика, потом еще идет через смок. Но это действительно очень крутая игра. Такое ощущение, что Team Vitality практикует это. Да. Это все было отыграно не раз. И Апекс, при том, что Апекс, в общем-то, даже в старых составах французских АВП очень редко юзал. Ну да. Так же редко, как Эдвард, например. Это нововведение, да. Согласен с тобой. HellRaisers забирает себе контроль над центром этой позиции. Никто из стана защиты не появлялся. Никаких гранат тут не откидывали ребята. И решили все-таки на закрытый дефенс перейти у нас. И за Зиву там тоже, видимо, пришел к пониманию того, что не стоит все-таки поджиматься под буст. Особенно в соло, когда у тебя нет никакой поддержки. Иса в итоге спускается. От него требуется выход через скрипт, куда он очень часто будет ходить. Два игрока под белым, один в ангаре. Туда же второй перетягивается. И все это выглядит, как сплит на точку А. Да, хороший смок. Притом это смок от атаки, обратите внимание. Атака, то есть все-таки под такой смок обязана немножко по-другому играть. Иса действует в двери. А вот бомба все еще в милле. И непонятно, куда пойдут HellRaisers. Хотя этот смок опять же дает возможность занять коннектор, как сейчас, в общем-то, это и делает HellRaisers. Плюс Иса на А делает минус. И вот теперь ангел ловит на перетяжке. Здесь просто оказался не готов французский игрок. Два французских игрока оказались не готовы. Три французских игрока оказались не готовы. И к этому раунду РПК остается один против пятерых. Да, Виталий Депала под натиском своих соперников. В этом раунде ангел красавчик, минус три. И вот вам ситуация, в которой вы не играете через центр. То есть пропускаете соперника в коннекторе. Не даете свои важные минусы против скрипа, например, на точке А. И вот сейчас все поменяется, ребята. По поводу коэффициентов, я думаю. Мы, конечно, будем на них еще обращать внимание отдельное. Но чуточку уже тут перевес идет в сторону команды HellRaisers. Почему? Потому что у противника нет денег. Это Форс. Емпешка от Аликса. Есть Деглы. Есть P250 и от РПК. И тем временем HellRaisers очень быстро занимает мейн. И по первому респауну пытался НБК. Вновь прочекает данное расположение. Хоббит его наказывает за это. 5 на 4. При этом нет выхода через смок. И понимает, ребята, то, что, в принципе, можно остановиться. И заставить своих соперников нервничать. И, возможно, даже перетягиваться слишком уж далеко от точки В. Она сейчас полностью оставлена. Но идти в этот смок точно не самая лучшая идея. Мы видим, что HellRaisers, в общем-то, этого и не делают. Они стоят спокойно. Воксик смотрит спину. Сейчас время пройдет. Оценят информацию по карте. Пока никакой информации у HellRaisers нет. Кроме того, что они сделали минус. И, возможно, этим Виталити стакнулись либо на А, либо на Б. Ну и вот решили играть через мидл. Достаточно грамотное решение. Вопрос только в том, сыграют ли вместе здесь, да? Чтобы не было каких-то шальных хедшотов. И последствия возможности разменять своего тиммейта. Так, Ангел находит по стрелам Алекса. Айпекс тоже падает от Воксика. Снайперская винтовка поет. Хоббит зарабатывает себе еще один плюс. И РПК все же находит. Паритет по раундам. 6-6. И осталось 3 в этой половине посмотреть. Напоминаем нашим зрителям о том, что это первая карта Гранд Финала Ви Плей. Лак и Лот. И вот они первые фраги. НБК, кстати, в пистолетке также играл. Но там его простили. Где-то тиммейты там уже принимали его обратно на А. Он успел просто отойти. А тут противники наказали. И вот они развороты от Ангела. Вновь подходы к точке Б. Будут перекрыты игроками атаки. Но это очередное эко. В общем-то, Виталити только с пистолетами. Одна флешка от НБК, которая полетит в мейн. А тут только, кстати, один Ангел. И интересно, как же он сыграет. Вот она флеша, слепой капитан. Его сейчас заберут очень быстро. Но тут же бомба должна перетягиваться на Б. Молниеносно. И СА забирает дверь. Да, так, кстати, бомба идет на Б. И Алекс тут же отвечает. Это информация какая-никакая для HellRaisers. Они заходят на Б. И сейчас нужно смотреть именно на эту позицию. Там уже работает Апекс, который делает Kill's Play 250. И могут быть проблемы. Есть тут же размена Дэдфокса. Ситуация 2 в 2. Виталити. Два калаша. Ну, вот я думаю, что нужно сейвить. Ну, будет попытка. Видимо, НБК подходит к базе Б. Алекс тоже за ним. Через контровский респаунд. Тут все чекается. НБК опасался выхода очень близкого. И, кстати, смог не самый лучший тут от атаки. Под него главное не пикать. Это расположение. Он спускается. Дэдфокса увидели только что на планете. Алекс попытается выйти на этот хэджот. Ой, как получается Дэдфокс. Зачем эти гранаты? Флешка пролетела в итоге. Хоббит на размене. Сыграл ситуацию 1 на 1. НБК против него. Он уже будет на точке. Но бомба-то стоит очень хорошо под игрока атаки. Ха-е! 4 хп остается у НБК. Ну, и Хоббит должен просто выйти и плюнуть. Но нет, не получается. Нет, он не успевает. Там вопрос не в этом. Вопрос в том, что само по себе решение. Ну, я очень спорно. Правда. Близки были, да. Сделали киллы. Молодцы. Красавчики. Смог кривой. Тут кого-то надо наказать за этот смог. Но не знаю. Тут в любом случае я не могу ориентироваться на то, что не сохранить здесь два калаша. Это хорошее решение. Не знаю. Я уверен, что у Сереги Ламыча есть аргументы против. И он мне их предоставит. Но, честно говоря, не знаю. Не знаю. Тут еще несколько важных раундов впереди будет. И вот эти деньги могут... Вот один из них уже, Алексей, из важных. Потому что он для команды закупается. Пока без контакта. Дэдфокс дальше, понятно, не пошел. Хотя респаун был неплохой, чтобы поймать оппонента, выходящего на БЛА. Тут Алекс находится. Будет перестрелка против Иси. Тут тоже простреливать намерен оппонента на дефолте. И мы смотрим за очередной тактикой команды Hellraiser за очередным дефолтом. То есть тут, кстати, подсадка против выхода под девятку. Под буст у атаки. Сейчас нам покажут наши обсерверы. Хоббит вместе с Дэдфоксом там прыгает, чтобы посмотреть такой мув от соперника. Вот только что она развалилась. В таком случае, Зеву подходил. Он находится в не самом лучшем положении в этом раунде. Ну, вот сейчас должны были услышать, нет? По идее, услышали. Но тут есть тут же хелпа от... Помогает. Пришел на помощь своему тиммейту Алекс. Небольшое укрепление в медле. Отпустили, по большому счету, тим Виталити. А плентом остался НБК с АВП. И вот Hellraiser что? Все-таки выйдут на центр карты. И сейчас здесь может быть очень тесная драка. Потому что, судя по всему, Апекса еще и вентиляцию тоже подсадили. Да, да, тут крайне опасные позиции имеют за собой ребята из команды Виталити. Как там Зеву не горит? Только сейчас начинает в итоге Алекс забирать Ису, но сгорел Зеву. Есть размен пока что ситуации 4 в силыри. Перенаправление вектора атаки на точку B. Флешка тут должна быть в вентиле. В общем-то, без нее пока что отправляется Апекс. Забирает Ангела пока что большинство для защиты. Приваются еще раз Апекс минус Хоббит. Так, там отвечает Дэдфокс, делает еще один минус 2 в 2. Ситуация Молотов летает в вентиль, но тут, наверное, уже пытался... Так, Воксик 10 секунд до конца. А Воксик может такой взять. А он против НБК. Да, НБК на девятке вышел. Там была информация о том, что соперник красный добрал противника уже с пистолетом. И это 7 в 7. Мы узнаем, кто забирает эту половину в 15 раунде. Неоднозначная экономика у Виталити. А вот у Hellraiser как раз таки с деньгами все хорошо. Ну, купят, купят Виталити. НБК даст дроп, но могло быть лучше, конечно. В любом случае, надо смотреть, наверное, прежде всего на гранаты. Зиву играет с фармганом. У него позиция в медле. Он может сыграть близко под ангаром. Ну и смотрим, что делают Hellraiser. Это, по-моему, достаточно быстрый контакт. Ну, точку В. Там, кстати, Воксик может еще выйти поработать с ВП. Пока что закидка от Хоббита, который готовит ему почву. Для этого с Маком закрытым один из игроков защиты. Апекс вообще на точке у нас находится. И туда же летит у нас Смог на просвет. Воксик этим делом занимается. Перетяжка от Ангела. Говорит о том, что это выход в 5-б. Должна быть перетяжка. Помощь на точке В. В итоге РПК забирает Хоббита. Эта бомба была только что потеряна. РПК уронили. Иса неплохо поработал. Пока что 4-4. И должен пройти дальше. У нас Дэдфокс против этой девятки. Туда уже выходит игрок защиты. Аликс на перетяжке. И возможно сейчас стоит отойти. На самом деле нужно дать молик на девятку, который есть у ИСы. Но Hellraiser все-таки решили остановиться. Разменялись. Это не самое плохое решение. А опять же, посмотрите на Ангела. Он находится в медле под белым ящиком. Это какая-никакая уже потенциальная платформа для захода на... Либо в принципе попытка, знаешь, сфокусить внимание оппонента. Ну и Hellraiser все-таки выходят на центр. Три на белом ящике. Террориста ожидает выпада через коннектор. Ну и возможно Аликс туда и пойдет. Но только если будет минус по НБК. Так, посмотрим. Воксик забирает его. Зибу открывается минус от Ангела. Отличная работа. Хедшоты должны лететь дальше. И на машине тоже. Вскрывает Аликса. На этой перетяжке Апекс последний. На точке Б остается в итоге ни с чем. Ну и Виталийте просели тут сильно. Если честно, Алексей. Вот у Иса, понятно, вот все это время дожидался выхода от Апекса. Отлично, тут все было сыграно. Выходы через хайвей, раскидка. Ну и конечно же стрельба от Ангела. 8-7 в пользу команды Hellraiser. Ангел там еще несколько entry kill-off давал важнейших в тех раундах, которые брали Hellraiser. Вообще я так посмотрел на стрельбу ХРов. Ну, я тебе скажу, я буду смотреть пристально под лупой. На мажоре за командой Hellraiser. И следить за коэффициентами. Прикидывать варианты. Потому что мне кажется, что Hellraiser могут на мейджоре нормально там напихать кому надо. То есть, в принципе, вот сейчас то, что я вижу, мне очень нравится. Вот команда, видно, что она в форме, что есть идеи, есть свежесть. Постоянно перетяжечки. Они не ленятся халдить. То есть, выглядят Hellraiser очень хорошо. Виталити сегодня уже пели мы дифирамбы. Мы говорили о том, что ребята выглядят так же очень хорошо, очень достойно, но достаточно дисциплинированно. И сейчас посмотрим за атаку. Ты знаешь, были моменты у команды Виталити вот самонадеянного. Контер-страйка, вот тот же Зиву на центре, который постоянно там соло пытался играть. Но, видимо, слишком жестко он прошел в самом начале по противникам и поверил в себя. Ты знаешь, мне кажется, что у Зиву, возможно, роль вольного художника. Вот что-то похожее, возможно, у Симпла также существует. Это творец, это творец команды Виталити. Смотрим второй пистолетный раунд на этой первой карте гранд-финала. Шестнадцатый. И есть раскидка от Хоббита. Две флешки, также дифузы у Абая. Пока что без контакта. Виталити даже не пытается выходить быстро. Пэду в 150 и он беке, чтобы поставить с одной на мэй. Но никто не чекает данное расположение. Кстати, в одну линию, если посмотреть вообще на миникарту, выстроилась команда Hellraiser. То же самое можно сказать о Виталите. Но рано или поздно должны ударить по одной точке. Бомба пока в ангаре. Такая вот действительно модель обороны. Тут я думаю, что позиция Ангела это просто расчет на то, что он сделает минус и возможно отойдет. То есть в общем-то мы видим, что Hellraiser по большому счету рассчитывают на то, чтобы сделать именно выбивание Аплента. И у них есть щипчики, у них есть смок. А он находится у Хоббита. А Хоббит у нас в коннекторе. Ну то есть да, у него позиция, когда он будет достаточно быстро перетягиваться как на А, так и на Б. Так, крутим педали. Это точка, да. Тут Ангел пока что закрыто играет на пиксель. Замечает одного соперника. Нет выхода от команды. НБК, как же опасно было. Там еще флешка полетит от него. Смоком должны закрыться, ребята. Вот она флеша. Еще две. Есть. Ангел пытается убить хоть кого-то. Там Зиву падает. Это минус бомба. НБК полуслепой. Иса пытается пройти против него. Есть минус. Пэду 150-го. Ангел 1 хп. Как же дальше выживать? Ангел! Он будет воевать. Он будет идти дальше. Он еще одного сейчас может убить. Боже мой. Т-3 в 3 ситуации. В итоге бомба поставлена. Надо дефолт и один. Остается у нас Апекс. Еще один на кваде. Еще и второй подходит под дефол. О, что это залетело только что от Дэна. Т-3 в 3 ситуации. Нужно двигаться команде Хелл Рейзерс. Но есть щипчики. Можно все-таки поиграть на время. Какой хэдшот в итоге прилетает. Ну и тут уже должны добирать последнего игрока команды Хелл Рейзерс. Тим Виталити выигрывает пистолет. О, вот это экшен. Заполонили полностью собой ребята из команды Виталити эту точку. Ангел, конечно, потел до конца. С одним хп. Какие шары нужно иметь, чтобы вкатиться на них в форклифт? В погрузчик. И там еще забрать противника и попытаться еще одного убить человека на дефолте. Почти получилось. Мы имеем в итоге счет 8-8. Сейчас Хелл Рейзерс будет делать тека и уже закупаться в следующем раунде. И, в общем-то, если посмотреть на счет, все пока довольно неплохо. Как для одних, так и для других, конечно, на стороне Тим Виталити. То, что они сейчас будут контролировать свою экономику, если не допустят критических ошибок. А тут, кстати, интересно, сейчас будет врыв от Хелл Рейзерс в мидл. О, интересно. Правда, без флажки Зива к этому готов. Апекс вместе с ним. Четыре минуса. Только сейчас ответ от Иссы. Ну, хотя бы кого-то должны были ребята здесь забрать. Но вот тут, как тут, точка от Апекса. Выходит вперед команда Виталити. Что там на руках у Хелл Рейзерс? Давайте посчитаем. Ну, Иса может купить снайперскую винтовку, Воксику. Ну, я так понимаю, то, что отказались от этого ребята все же не стоит. Нужна еще какая-то раскидка. Обновляется потихоньку коэффициенты. Купил АВП в итоге или нет? Нет. Нет, все же там Ауги. М4-А4. Но пока там вот огромные проблемы. Вот он смог против возможного Молотова. Игроков защиты. Но мы-то знаем, что у него и у коллектива, у команды Хелл Рейзерс нет вообще этого Молотова. Да, кстати, смог и довольно странный, потому что, ну, там Молотов будет только в том случае, если один из игроков решит купить фармган. Врыв в мейн, и это размен в минус для Хелл Рейзерс. Какая была попытка, в общем-то, убить еще больше соперников, но только один Зиву там пал. Воксик уже подходит защищаться на точку А. Тут, возможно, будет команда Хелл Рейзерс угадывать, хотя остается еще Дэдфокс под Б. Ангел. Еще один врыв под флешку. Это может быть очень опасно. Флешка летит или нет? Нет, пока что без флешки, просто вот так вот под степами. Ну, в общем-то, Фоксик только одного забирает. Размен в пользу команды Виталити. Только один Дэдфокс, как я сказал, остается на Б. Он будет перетягиваться. Ну, вот насколько эта перетяжка в этом раунде сработает. Ну, разве что против экономики Виталити. Бомба уже на позиции. Это уже перетяжка на сохранение своего оружия для Дэдфокса. Десятый раунд берут Виталити. Хелл Рейзерс. Ну, решили сразу взять быка за рога. Сделали врыв в мейн. Попытались играть на неожиданность. И это... Это... Не получилось. Хорошее решение в целом. Но вопрос... Вот я все-таки консервативный человек. Я считаю, что если у тебя нет хорошей экономики, то делать рискованные мувы нет смысла. А если есть запас в экономике, тогда в этом есть резон. То есть, ну, мы видим, что по большому счету это не было удивлением для Тим Виталити. Хотя давай вспомним, например, как сыграла Виталити в таком же случае в первой стороне. НБК в соло под свой смог залез на вот эти вот кирпичи, которые там стоят в углу и сделал два минуса. Но это были разные врывы. Это даже исполнение. Тут даже идеи были разные. То есть, тут они врывались вдвоем под флешку, просто в смог, именно сделав широкий стрейф. А потом даже без раскидки. А НБК в этом случае делал как раз-таки просто играл под смог и как бы он только себя одного подставлял. И при этом, очевидно, мы видели, что позиция у него была шикарная. Да, в итоге в этом раунде две волны команды Hellraiser не сработали. Была пауза, я так полагаю, тактическая. Команды восставших из ада покупали они себе не дефолтные пистолеты. Есть только один от Хоббита, это будет USPS. И поймали уже Дэд Фокса, который пытался пойти под Токсик, в общем-то, закрыться, возможно, за этим ящиком и поймать кого-то на выходе под шифто. В итоге Апекс красный остается там. Где-то тоже был контакт, НБК, прощупывает почву под точкой Б, вместе с ним РПК. Ну и перетяжка от бомбы тоже зафиксирована. Это будет выход на эту базу, то только один Воксик, он близ дистанцию себе занял. Но дело в том, что его сразу же убьют. Тут не та позиция, с которой ты можешь среагировать, да. Три в пять, не угадывает команда HellRaisers и тут в их мечтах. Только они могут получить себе какие-то девайсы, кого-то подрезать на отходе. Станавливается бомба, Виталити будет играть на удержание. Здесь совершенно даже нет смысла искать эти фраги, потому как ни у кого из французов нет фармганов. Соответственно, задача номер один просто сохранить свое оружие. И те USP и те пистолеты, которые есть у HellRaisers, не должны ничего сделать в этом раунде плохого для Виталити. Именно такая философия игры сейчас у французского коллектива. Алексей, какая проверка сейчас вот этой защиты команды HellRaisers против такой медленной атаки Виталити? Как же они раскатывают, вот они раскручивают этот клубок вообще до конца. Да, понятно, что они могут иногда становиться заложниками поздних таймингов, но при этом они, конечно, контролируют абсолютно всю карту и ситуацию. Как и в этом раунде получается, но это было эко от HellRaisers. Сейчас будет совсем другая история, получили деньги, и мы ждем снайперскую винтовку от Voxy. Так, друзья, значит, у меня к вам есть информация. На ютубе канал vplaycsgo, и вот только что туда было залито видео со шлягером в моем исполнении. Песня «Бустани мне, бустани». Поэтому, пожалуйста, на ютубе в поиске vplaycsgo, и там находите видосик, и получаете наслаждение от просмотра. А мы продолжаем наслаждаться этим финалом 11.8, и у команды HellRaisers есть закуп. Voxy в своем стиле тушит молотов под собой в вентилях, пытается играть с АВП. Воу, неплохо, а фликшот салитает против Зиву. И второй игрок атаки отпускает в итоге обидчика тиммейта. Там еще спускается Дэдфок через вентили. НБК на центре контролирует выход от Хоббита на белый ящик. Но тут могут себе позволить ребята из команды HellRaisers после опенфрага играть закрыто на центре. В общем-то этим не занимается Хоббит, но это дает свои плоды. Минус по Апексу, который чекнул совсем другие позиции. Алекс, вау, это было опасно. Забирает Ангела, но Иса тут как тут на размене через квад. 2 на 4, перевес есть у HellRaisers. Главное сейчас вот по экономике еще выйти. Если выигрывать этот раунд, конечно, не лезть на рожон и сыграть 2 плюс 2. РПК под B. Кстати, бомба еще не на руках у НБК, который должен рано или поздно ее взять. И пытается выйти Дэдфокс, и тут же наказывает его танк. Я бы поспорил. Я бы его тоже наказал рублей на 300 Дэдфокса в данном случае. Привет Алексею Кучерову. Надеюсь, что он смотрит эту катку. Так, ну все-таки справляется. Да, здесь HellRaisers. Хотя иногда, знаешь, я помню фильм, в котором так все начиналось. Вот это я про Дэдфокса. Когда ты один полез, второй полез. А команда Виталий Тиме, мы видим, как она чудесно сушит игру. И как они испытывают нервы своих соперников. Да, особенно когда они играют в меньшинстве. РПК все же пытается на чек сыграть против девятки. Воксик держит угол с АВП за дальним. Ну и здесь должен быть довольно простой брак. Хотя нет попадания. РПК все же пытается дальше пройти. Но тут же получает спину от Хоббита на девятки. Отличная работа. Прикрыл своего тиммейта. Абай Хасенов. 9-1-1. И что на руках у команды Виталити будет прямо сейчас? 1-45 разве что на ЕС.бет. 2-62. HellRaisers все еще реально. Все еще реально, учитывая то, что это защита восставших из ада. И они уже не один раз показывали такие камбэки. Еще хуже были ситуации. Но соперник. Тут же всегда знаешь, ты играешь настолько, насколько тебе позволяет соперник. Да. Но пока позволял неплохо. На самом деле могут еще подобраться поближе. Это агрессивная игра от Апекса. Флешка неплохая. Но под нее никто не играет. Не прошивает. Иса пока что был за погрузчиком. Будет отходить. Или даже чекать возможные подсадки за смоком. Потому что мы-то знаем. Команда Виталити таким любит заниматься. В Сквике. Вот когда я вижу человека в Сквике, я понимаю, что готовится план Капкан. От Виталити. Ну и вообще от игроков Атаки. Хотя вот если вспомнить опять же игру за террористов HellRaisers. То там Иса всегда кошмарила эту дверь. Притом в разных таймингах. Постоянно напрягал. Показывал там свое присутствие. И в общем-то это создавало напряжение. Ну а сейчас эту дверь пилит только один Аликс. И будет подсадка. НБК с СГ. 5-5-3 должен попадать по голове. С одной можно вырубить противника. Тут возможно будет еще и дуэль против Хоббита. В итоге Апекс ловит Воксика. Там вообще полпозиция была. Ну и здесь Аликс еще не выходит. На самом деле раскидка та еще на центре. Хоббиту нужно отвлекаться. Потому что могут выйти в спину. 45 секунд. И бомба уже на перетяжке. Готова внедряться в мейн. Ангел должен закрыть НБК. Если тот пойдет через центр. Да, он идет. И это легчайший минус от Карасева. Так, а вот что теперь делать дальше? И какая информация сейчас есть у Хэлл Рейзерс? Это интересно. Иса играет за квадом. Притом он абсолютно морозит. Никого не показывает. Что это за незаконные прострелы? Полетели Молотовы. Сейчас могут быть проблемы у опорника на планте. Вот он. 1-2. Включается. Как же заспрейл здесь хорошо Хоббит. Ой, бомба все-таки на дефолте. Это Аликс вместе с Апексом против Дэдфокса Ангела. Какой врыв. Через машину Ангел в итоге погибает. Аликс вместе с Бой тушит. И должен пройти дальше Дэдфокс. Ситуация патовая. Нужно просто идти и убивать соперника на планте. Потом разыгрывать 1 на 1. Я напоминаю, что есть диффузы. Возможно, это будет диффуз на Морозе. Да. Броне фейкует. Аликс пытается выйти дальше. Он заспоком. Это все-таки раунд в пользу команды Хэлл Рейзерс. 10-11. Как он просто отборозился. Мороз не раз меня спасал. Команда Хэлл Рейзерс берет 10-й раунд. Но, друзья, посмотрите на деньги. Дело в том, что очень много ресурсов потратили здесь Хэлл Рейзерс. И теперь Виталичи прекрасно понимает, какая там экономика. И, возможно, настало время интересных историй. Зиву получает себе в руки снайперскую винтовку. НБК на первом респауне получает тоже Хэ. Главное, что дальше там не прошел, потому что было бы еще больше урона. Понимает НБК то, что это дефолт. Разбиваются окна на токсике. Флешка против возможного снайпера. Там, кстати, есть Воксик, который держит угол. И это будет агрессивно играть снайпера из Турции. Зиву. Покажите единичку сейчас НБК. У него сейчас будет экшен здесь. Воу! Все-таки Воксик его забирает. Хотя НБК первым заметил противника, но не среагировал. Но, кстати, неплохая агрессия. Мне нравится. Это такой вот точечный подпуш с базы Б. И Хэлл Рейзерс в начале игры сделали такой вот поджим. Инициативный. Но сделали это в твоем. Сделали это максимально качество. Иса делает один минус. Тут же размен. Три в четыре ситуации заходят на базу Б. Базу А, простите, Виталити. И уже в спину летит Ангел. Да, но тут размен будет от РПК. Красный остается. 7 ХП. Аликс. Апекс, простите, 56. Смаком закрывается атака. Ну вот как дальше сыграть? Возможно, снайперскую винтовку стоит забрать Дэна. Он все же там еще и пытается на себя дергать кого-то из соперников. Но те не стреляют на машине. Дэдфокс только сюда подходит. Будет также заход в спину. Заплыв, я бы сказал, от Воксика. Ну и бомба уже устанавливается. Апекс на погрузчик СВП. Смотрит выходы через машину. И Хайвэй. Все ждут Воксика, я так полагаю. РПК откидывает флешку в мейн. Мне не нравится то, что Хелорейзеры сейчас так растянуты друг от друга. Они идут в ретейк абсолютно с трех разных позиций. И вот Апекс с АВП может здесь наделать делов. Как же он не попал? Ключевой промах, ребята. Дальше живет на форклите. Все-таки попадает. Тут же минус. Еще делает РПК. Что вытаскивает Виталити? Ой, ну казалось бы, да, Алексей. Апекса должны были наказывать за этот промах выхода на машину. Но потом все-таки такая флешка. И там, конечно же, была работа от еще одного бойца на дефолте, который не выпускал Воксика в спину противника. Вот она коммуникация. Вот она синергия от игроков команды Виталити. 23 раунд. Вынуждены Хелорейзерс провести с пистолетами и первыми арморами. Есть гранаты, есть два смока и две флешки. Не знаю. Не могу сказать, что раунд там верняковый для Хелорейзерс. Но тут переворот от Виталити. И Апекс, который попадает один раз из трех, тут просто дал что-то невероятное и просто вывез. Осталось два АВП в атаке у Виталити. Я бы, наверное, тоже поспорил с этим решением, особенно против Эка. Но решили французы все-таки играть таким образом, поскольку они впереди, они на коне, и они всю дорогу показывают качественный Counter-Strike. Сейчас я этому решению верю. И они будут дальше сушить эту игру. Вот она, раскидка на центр против возможной близкой позиции. И должны уже подсаживаться там сами террористы. Чеми занимаются Зиву вместе с Апексом. Все четко, разыграно, выверено. И, ну, самое главное, то, что получена информация по этой позиции. То есть никто не занимал центр. И, возможно, у противника форс. Об этом сейчас подумали французы. То, что вот так они закрыты, они могут угадывать. Это А. И Б. Это еще и пистолеты с арморами на все деньги. Так что стоит играть крайне аккуратно. Выход от Апекса. Хоббит был к этому не готов, получает в ухо. И это уже преимущество для французов. Кривоватый смог здесь плитает. Апек делает фраг. Нет, его все-таки пережимают. И что, Виталики пойдут с плитом в итоге дальше на базу А. Но здесь, возможно, переиграл уже Ангел. Там есть еще два игрока внутри плэнта. У CallRazers могут быть проблемы все-таки у НБК. Но нет, тут справляется Виталик. Отличный заход со всех сторон. Он просто развалили. И тут, в общем-то, была небольшая засада от HellRazers. Но Виталики с этим справились. Сейчас денег нет у ХРов. И это потенциальный 14-й для Виталики. Да, это полная эко. В этой ситуации ни в коем случае нельзя закупаться. Ну вот, возможно, где-то переиграл. Действительно, в предыдущем моменте Ангел. Ты знаешь, вот этот первый минус. Я понимаю, что ТЗ-шка должна еще дальше там езжать. И, может быть, до раскидки на плэнт попытаться кого-то забрать. Но слишком уж агрессивно, чем и воспользовалась команда Виталики. Уже они себя крайне комфортно чувствуют. Выход на точку Б готовится. Там контрагрессия. И это пистолеты, которые въедут. Но вот еще какая-то флешка давно летеет. Да, там уже размен гранатами. В общем-то, RPK, NBK. И минус 4 моментально. Последнего тоже будут добирать через секунду. RPK. Минус 2. Ну и, в общем-то, мы смотрим самое интересное. Мякотка осталась на этой карте. Потому что HellRazers будут закупаться. Но будет ли снайперская винтовка без армора у Воксика? Мне интересно. Вот в таком уже лейте игры, когда уже у нас осталось все меньше и меньше раундов до конца карты. Насколько решает то, что Виталити, в общем, наверное, по скиллу будут поопытнее, нежели команда HellRazers. То есть, насколько этот фактор сейчас влияет на игру. Это интересно. Антимолотовый смок против Молотова. В общем, вы поняли, что? Посмотрите на это. Король центра уже въехал на улицы. Как против него играть пока что непонятно. Возможно, получится у Ангела забрать там. Ждет, кстати, Апекс флешку. И, кстати, Ангел может отъехать вообще в секунду, если пойдет дальше. Не прочекает эту позицию команда Виталити. Как и всегда, Алексей после фрагов заморозилась. Флешка полетела. Минус первый армур. Эмби Кей закрывает третьего. Это был Иса. Последний Воксик. И это парень, который часто играет на точке Б. Там же он, скорее всего, и найдет свою смерть в этом раунде. Ну что, настало время звонить в камбэчную? Позвони мне. Позвони. Позвони мне, ради бога. Ой, ну, в этом раунде понятно, что ничего для себя не смогли вынести хорошего. Ребята из команды HellRazers. Вот он стак на центре. Попытка въехать в НБК. Но там еще Апекс показал себя под белым ящиком. Ну и 15-10. Это маппоинт в гранд-финале. Слишком большая дистанция сейчас предстоит команде HellRazers. Они обязаны взять пять раундов для того, чтобы мы увидели допы. И перевести эту игру в овертайме, конечно, будет очень тяжело. Но шансы есть, пока ты, в общем-то, не отдал шестнадцатый раунд. Можно бороться до конца. Два Фамаса, один UMP. П-9 ИП. Нет, это 5-7 все-таки от ИСы. Такой вот набор по оружию, по гранатам. Все достаточно скромно. HellRazers, конечно, нужна здесь геройство. Да, да, это тоже герой. Интересно, по поводу чего только что общались Ангел вместе с Хоббитом. Будет врыв или нет. Но дело в том, что Виталити к этому готовы. Ой-ой-ой, какой въезд. 47 хп в итоге остается у капитана NBK. 5 на 4 ситуация. Там остаются Фамасы и 5-7 вместе с UMP. Ну и, конечно же, минута 15 для команды Виталити, чтобы широко атаковать на этой позиции. Кстати, Хоббит сейчас может иметь определенного характера проблемы. Все-таки отказываются от подсадки Апекс. И Зиву, и... Не, оставили, оставили. Все-таки Апекс, я думал, вторым тоже взойдет вместе с Алексом. Флешка полетела. Алекс выходит. Хоббиту было бы неплохо забрать его. Там еще Иса подходит на себя, стягивает внимание противника. Кстати, у Хоббита есть здесь потенциал, как минимум, сделать фраг. А вот есть ли потенциал у седьмого номера? Это Дэдфокс, который стоит на базе боя, а сейчас будет экшен. Да, нужно переключаться. Да, понятно, Хоббит забирает Алекса. Но Зиву! Роняет Дэдфокса. 3 в 4 в итоге ситуация. Я напоминаю, что нет Дэдфузов, только флешка там полетела через вентиль и нужно внедрение. Нужен десант и геройство, как сказал Алексей. Да, Хоббит забирает Апекса. Но опять же НБК закрывает Воксика при перетяжке. Зиву этому действительно в потоке Хоббиту. И второму тоже Иса подпадает под данный спрей. 16-10 победа команда. Виталити все-таки смогла пересилить оппонента.